15.00 ровно мы начинаем привет всем кто пришел уже кто-то привет как слышно нас хорошо слышно кто-нибудь есть параллельно в контакте в фейсбуке всем добрый день привет привет кто то есть есть мы готовимся собираем пока все собираются поэтому пока может быть какие-то вопросы предположения что же это будет мы ждем еще гостей мы можем показать отлично слышно отлично слышно можем показать наш сладкий стол наш сладкий стол привет все на своих местах мы тоже хотим чтобы вы все были с нами разделили радость нашей презентации потому что мы очень волнуемся всем привет очень волнуемся поэтому не судите строго новинка действительно очень волнительная вот тут сегодня все будет происходить да кто на проходной можно конечно заходить компания хобби групп выписываете пропуск и заходите к нам проблем никаких с обходом нет давайте мы начнем тогда потихоньку потихоньку уже будем стараться не волноваться спасибо елена спасибо вам большое так я предлагаю знаете с чего начать не с новинки с новинки с новинки но назвать новинкой как таковой наверное рука не повернется язык не повернется и вообще это было бы некорректно сейчас большой тренд до идет о том что прозрачная основа что там супер прозрачность супер супер это не та новинка который мы сегодня будем вести речь вот но пока народ собирается я думаю есть смысл пару минут нашу мыльную основу обычная стандартная слс если вы увидите на ней вот такой значок это говорит о том что она сделана совершенно по новой рецептуре на новом сырье и у нее новые стандарты как только вы откроете контейнер вы поймете что стандарт это действительно новые этот значок скажет вам об этом колготипы приложить круто из нее можно посмотреть вернее сквозь нее можно посмотреть весь наш магазин а давайте попробуем вот такая она вот поэтому здравствуйте вот и первые гости мы только-только начали поэтому можете раздеваться проходить располагаться наливать чаёк совершенно стандартная мыльная основа которая в общем-то продаваться как обычная салазу по обычной цене цена от нее у нее не меняется у нее остается прежняя цена посмотрите на то как она режется да вот это в принципе вот полтора сантиметра читабельность она такая это обычная салаз free название у нее такой же это просто новая рецептура нет это не это не новинка это не новинка это просто просто ждем пока себе модернизированный состав пока собирается народ пока задают на обычная 258 рублей поэтому ищите в ваших магазинах спрашивайте основу с таким логотипом с такой наклеечкой будет говорить о том что это новые партии новые поставки и она будет такая да вот такая вот интересная штучка ну что сколько у нас человек потихоньку мы можем начинаем начинать давайте с вами начнем немножечко издалека когда мы все собирались да угощайтесь не стесняйтесь а хорошо хорошо когда мы все с вами начинали варить мыло что для нас ассоциировалась с натуральным все для нас ассоциировалась с полезным это мыло которое можно добавить много-много-много всего много красителя много отдушек много масел эфирных масел нам казалось что чем больше мы туда добавим всего всего тем больше она будет полезнее тем больше она будет но когда мы добавляли много красителя она красила пену когда мы добавляли много отдушки она выступала на поверхности когда нам хотелось ну хотя бы ну не треть чайной ложечки хотя бы пол чайной ложечки добавить масла у нас это не получалось но для этого есть выдумщики и мы сейчас вам покажем одну очень интересную мыльную основу вот такая мыльная основа называется она актив макс ойл это мыльная основа которая позволяет спокойно свободно добавить до 30 процентов любого масла твердое жидкое или любое отдельные виды масел могут приниматься до 100 процентов представляете 100 грамм мыла основы и 100 грамм масла мешаем заливаем застывает сухенькая тверденькая мягкая на ощупь в плане пены и и отлично пластичная и так далее сейчас мы потихонечку начнем экспериментировать вместе с вами предварительно давайте техническую сторону вопроса затронем у нас болтается техническая сторона вопроса это не мыло с нуля давайте сразу котлеты отдельно мухи отдельно это не мыло с нуля это стандартная мыльная основа которая плавится микроволновой печи которая заливается в обычные формы пластиковые силиконовые деревянные абсолютно любые от форм для песочницы до форм силиконовой для выпечки почему почему так вы наверное зададите этот вопрос ну мы сначала начнем а потом если этот вопрос у вас все таки возникнет я вам на него отвечу как помощник технолога мы разрабатывали и три года до года работы над этой основой испробована куча сырья наверно не секрет да что последние несколько лет мы сами возьмем сырье она без осылась она без слез она с небольшим количеством в конце есть лаурил сульфат но там его совсем немножко он стоит перед перед солью то есть если вы знаете состав стандартных 0 0 0 меньше одного процента скажем так вот он нужен исключительно просто для поддержания резинки поэтому мыльная основа открываем вот на ней такая этикетка с краткой инструкции как с ней работать достать порезать расплавить добавить масло перемешать и залить форму вот и все то есть абсолютно стандартно как со стандартной мыльной основы как вам интересно мыльная основа имеет в базе цвет как у стандартной масляной основы это актив фреш в нашем случае у зарубежных аналогов тоже есть основы с маслами они тоже примерно такого же цвета это говорит о том что продукт максимально натуральный то есть там нет ни отбеливателей никаких дополнительных химических страшных ингредиентов режем достаточно достаточно плотная она имеет практически однородную текстуру однородную окрас назовем это это так в принципе в своей базе она как стандартная мыльная основа и тоже можно мыть руки и можно там получать пену и так далее но опять же это не рекомендуется как и с обычной мыльной основой лучше все-таки довести ее до ума если очень хочется назвать этот продукт полуфабрикатом то с натяжкой конечно это можно назвать его полуфабрикатом потому что если мы возьмем каких-то масел например оливку оливка по нашим экспериментам спокойно принимает до 100 процентов то есть если вы берете килограмм основу вы берете килограмм оливкового масла и получаете два килограмма мыла ну это ли не чудо как говорилось или она действительно органическая она не только похожа на органическую она и есть органическая там нет свободной щелочи не грамма цена на нее в 380 5 рублей но сегодня во время прямого эфира цена будет всего 270 рублей с копейками получается основа берет до 30 процентов масел сохраним эфир поэтому 30 процентов скидка на время прямого эфира ну чтобы было все по-честному скажем так поэтому пока идет прямой эфир ее можно заказать со скидкой 30 процентов примерно уже там практически в себестоимости недалеко нет минимального количества необходимого масла вы можете в чистом виде и тоже использовать но с маслом она становится только круче вы сейчас в этом убедитесь режется она как обычная мыльная основа кубиками в новосибирск доставляем любым удобным для вас способом хотите почты россии хотите любой транспортной компании и так да в интернет-магазине понадобится помощь я предлагаю заливать образцов у нас планируется много я предлагаю заливать небольшие вот такие маленькие пластиковые формочки чтобы она и застывала быстрее основа опять же своей базе говорим про базу имеет достаточно высокую температуру плавления она очень быстро застывает в своем первоначальном виде но чем больше вы добавляете масел тем дольше она застывает поэтому если нужно растянуть время застывания добавляете больше масел если нужно сократить добавляете меньше масел все логично с каких масел начнем с твердых или жидких сейчас я отвечу немножко на вопросы в питер у нас есть доставка курьерская у нас есть доставка почты россии у нас есть доставка с деком у нас есть доставка любой транспортной компании во владивосток у нас есть доставка так угощаетесь пока в интернет-магазине можно заказать во время прямого эфира с твердых давайте начнем с твердых хорошо предлагаем во-первых комментарии просят с твердых потом жидкий давайте начнем с твердых потому что это действительно шикар лоб там она тоже будет шикар органическая какао с запахом но опять чтобы не перемешивать давайте возьмем шип рафинированная беленькая какао с запахом к примеру берем 50 грамм основы и 30 процентов насколько я понимаю это 15 грамм правильно 50 грамм мыльная основа 34 49 чистоты эксперимента видно алена савченко привет да кто помнит это магазин на в днх наш радужный улыбчивый продавец консультант 15 грамм основного масла чтобы лечить позже расскажем чтобы понимать сколько это смотрите сколько это весы сейчас будем показывать такого количества масел и как она мылится представляете какое какая мыльная основа принимает вот такое количество масел да вы видели когда-нибудь такое вернемся чуть-чуть назад так как основа у нас имеет высокую температуру застывания а масло у нас достаточно прохладные если мы будем добавлять жидкие масла в растопленную основу масло будут остужать ее и потребуется допустим повторная переплавка я рекомендую плавить все вместе разница от переменами слагаемых сумма не меняется смесь у вас получится абсолютно одинаково что вы в расплавленную добавите масло что вы вместе с маслом ее не прокипятите прошу прощения вместе с маслом ее расплавить берем палочку да это весы все вверх плавим пока она у нас плавится мы с вами можем подготовить начала сами по себе масла имеют температуру плавления сами сама по себе основа имеет температуру плавления поэтому время для этого потребуется основа режется абсолютно свободно чем больше вы будете добавлять масел тем более она будет пластична тем более она будет податлива кому-то может показаться что она немножко суховато опять что быстрее расплавилась она ребенок может идти делать уроки пока мы пока зальем несколько основ он русский математику точно успеет сделать поэтому пусть пойдет все таки поучиться а потом будет розыгрыш хорошо для того чтобы равномерно перемешалась я предлагаю плавить ее по чуть-чуть расплавили перемешали расплавили перемешали вот режется абсолютно спокойно свободно и ребенок с этим справится я заранее подготовлю нарежу чтобы мы с вами не тратили время вот уже какого практически расставил в основе очень мало воды поэтому боятся что она закипит и с ней что-то станет не переживайте я не переживаю у основы есть легкий специфический аромат в силу того что там содержится диэтаноламид кокосового масла бетаин кокосового масла они сами по себе очень хорошие растворители они хорошо принимают масло и так далее поэтому они имеют свой ну легко уловимый аромат а где-то у нас был спирт ну да собственно как обычная основа она не прочь сбрызнуть со спиртом масла не будут все смываться они будут очень хорошо ощущаться на коже это я вам гарантирую основа новая максойл которая принимает до 30 процентов масел а некоторые даже больше попросили шип не вопрос шип так шип номера обязательно продублируем вы правы вы угадали арт планет косметикс вы выиграли нашу футболку мы чуть позже вам ее покажем и расскажем ну выдумщица ну подождите ну выдумщица прошу прощения 50 грамм да 32 арт планет косметикс угадал и выиграл нашу футболку угадала скорее всего эта девушка 50 шип простите я пропустила опять же сколько это 15 грамм и это только 11 15 грамм представляете сколько основа и сколько масла твердого масла в какую из больных основ вы когда-нибудь могли добавить столько твердого масла и так можно я реплику вставлю как говорит мой брат не в жизни арт планет косметикс пожалуйста напишите нам в директ ваш размер одежды потому что футболки имеют размер и пока в продаже у нас нет таких футболок нужно сделаем как показал наш конкурс на предмет угадывания что же это будет за новинка пожеланий много часть из которых мы можем выполнить очень очень быстро в конце сегодняшнего прямого эфира мы вам это докажем потому что определенные пожелания которые были у вас в момент угадывания этой новинки мы уже воплотили в жизнь они уже имеют видите у масла ши температура плавления выше чем у мыльной основы поэтому растворим масло ши в мыльной основе и все сколько какого масла добавлять любого абсолютно любого масла вы можете добавить до 30 процентов а некоторые на этикетке написано до 30 процентов масла потому что часть масел имеют свою структуру свои свойства и свою растворимость назовем это так да поэтому 30 принимает любого но если вы досмотрите нас до конца в прямой эфир то вы увидите что и до 100 процентов можно я сбрызгал спиртом поэтому она немножечко нет я просто показываю что она не расслаивается масло в ней остается давайте мы чтобы не перепутать мы будем делать вот так так это у нас как бумажки ши зачем какие ну подписать а все я вот так буду делать все понятно вот так у нас все понятно все хорошо ничего страшного дальше я предлагаю взять жидкие масла покажи какие они если мы будем добавлять сразу после масел мы покажем как ее красить как она принимает красители здесь у нас ши здесь у нас какао баттер кофе жаль что телефон и интернет не передает запах это просто плакать мыло не будет дождитесь застывания назвать его полноценным баттером ну да это баттер конечно но он гораздо мягче чем ши какао продолжаем эксперимент про некоторые мы вам тоже расскажем какие мы добавляем сто процентов и вы сейчас все увидите сами просто не устраиваетесь сразу устраиваетесь поудобнее заваривайте чайку и как мы лица мы тоже обязательно покажем ну чтобы не не выскабливать потом 15 грамм оно прекрасно смывает грязь сейчас вы все увидите смотрите сколько 7 12 всего то ну больше полбанки уходит на 14 15 основу эту невозможно перегреть потому что даже если она закипит ничего страшного для тех кто пропустил в составе основы очень мало воды мало ну чисто логически давайте рассуждать вода не сможет растворить масло это знают даже школьники поэтому воды в ней очень мало по составу будем пробегаться если да пожалуйста говорите я вам расшифрую состав это другая основа она не может плакать летом так как плачет обычная основа я понимаю про влажность но Алексей расскажите почему плачет обычная основа мыльная основа плачет по большей своей части потому что в ней большое количество глицерина глицерина это хороший растворитель если говорить химическим языком это спирт в любой мыльной основе три основных спирта спирты это растворители спирт пропиленгликоль сорбитол и глицерин двухатомный трехатомный и по моему если не изменяет память пятиатомный спирт любой спирт является растворителем он дает прозрачность но в мыльной основе по большей части используется глицерин он частично подвержен омылению там часть хвостов у него омыляется вот видите какая температура плавления основы и какая температура плавления глицерин очень гигроскопичная жидкость видите как она меняет цвет масла кофе гигроскопичная это значит притягивает влагу из воздуха если вы поставите нальете в стаканчик в мисочку глицерин взвесите его и оставите особенно в дождливую погоду там на окошке и взвесьте его через день через два вы увидите что вес глицерина в баночке начинает увеличиваться он просто притягивает влагу из воздуха кстати мы говорили в одном из постов о том что этот продукт можно красить не только красителем если вы видите мы еще ни одного красителя не использовали цвета уже разные это что касается баттера ну давайте уже до кучи возьмем жир растительный масло лавра очень отличный антисептик в мыле с нуля часто используются в аллебском мыле простите тут комментарий смешной почитайте муж пришел на обед говорит захожу домой и слышу как на кухне какой-то мужик мыло варит видели бы вы его лицо вот видите нерафинированное масло лавра растительный жир используется для изготовления мыла косметики масок прекрасный антисептик для жирной и воспаленной кожи пиктает смягчает освежает очищает кожу прекрасный имеет ярко выраженный антицеллюлитный эффект представляете какая ценная штука надо брать лавр кофе мы взяли с вами взяли с вами ши какао вот уже сейчас попробуем славу 50 грамм а у лавра запах какой прошу прощения ну кто что выбирает кому нулевку нравится варить кому нравится столько масла добавлять в основу есть кстати попробуйте один раз и я вас уверяю вы почувствуете согласно статистике нашего интернет магазина есть определенные регионы в нашей необъятной стране которым очень хочется добавлять от столовой ложки и больше в мыльную основу а девушки есть такие регионы поэтому вот для таких регионов мне кажется это вообще . ой как хорошо пахнет чуть позже вернемся к капелькам я вам обещаю мы закончим эту тему 15 грамм говорите 30 процентов масло да это только 10 согласно нулевку долго а тут быстро и полезно это точно это прямо 5 минут на кухне и вы уже любовь которая находится за кадром делает такое мыло себе с недавних пор и говорит что увлажняющим кремом для рук можно не пользоваться это правда это правда 15 грамм мыло не сушит кожу абсолютно а только увлажняет я кремом не пользуюсь она кстати сама себе делает бальзамы для губ из набора бальзам для губ потому что там мой рецепт бальзама для губ и отправляем как информационный ай и другие основы мы не сговаривались это человек человек со стороны не с такой же стороны покупателей у нас не бывает со стороны да состав позже еще раз мы вернемся если есть вопросы по составу я повторюсь мы его разберем с вами как на есть вопросы по составу вот а у жира у лавра у него температура ниже поэтому основа еще не доплавилась славится да вот кстати забегая вперед основа шикарно мешается с обычной прозрачной основой становится полупрозрачной по нашим экспериментам я брал обычное подсолнечное масло у любовь из кухни вот пока она не видела добавлял и мыло становилось условно прозрачное то есть если на просвет на свет посмотреть то оно будет пальцы будут видны розыгрыш будет но позже двухлетнему сыну привет мне вот очень нравится запах лавры на любителя может быть ну протвары позже и пропенится сейчас застынут у нас кусочки и мы прямо покажем уже первые наверное застывшие да наверное сейчас уже первые застыли кстати Алексей говорил в начале что можно варьировать не буду протаскивать попробуйте есть на поверхности масло или нет оно еще теплое хорошо что у нас есть гости которые с этой стороны проходите которые не дадут ввести зрителей в заблуждение вы видели на ваших глазах было 30 процентов масла по крайней мере капелек масла не видно ни с какой стороны на ощупь оно абсолютно сухое гораздо сухше чем обычная основа и очень твердая хотя еще теплая она еще теплая да попробуем опенится ли оно оно еще теплое кстати а мы уже будем с вами пробовать вы видите вы видите лавром пахнет у нас на все это ли не чудо мастерская мы тоже хотим чтобы вы у нас работали с такой фантазией честное слово я бы его мыли оно мылится и мылится оно и мылится напомню здесь у нас какао 30 процентов было абсолютно сухое дает шикарную пену очень мягкую с запахом какао оно пахнет какао можете понюхать да это у нас масло какао кладем обратно можно попросить попалите пожалуйста плавно медленно но верно переходим к жидким маслам сам получаю неимоверное удовольствие не поверите на рабочем месте должен быть порядок мне кажется должно быть поэтому смотрим дальше возьмем авокадо видите градация цвета давайте возьмем авокадо у нас потемнее мы возьмем виноград он посветлее будем пытаться сделать из нее условно прозрачную основу условно прозрачную опять же зависит от масла давайте попробуем добавить винограда 40 процентов как считаете есть мысль побольше масла вольем увеличиваем градус 50-40 процентов это 20 грамм масла на вот такой кусочек мыла 20 грамм масла на вот такой кусочек мыла 20 грамм масла все до капельки все до капельки все до капельки основа плавает в масле сейчас ну практически да плавим или никому поможете мне здесь немножечко все до капельки кто-то к нам спешит какая-то девушка так это у нас виноград мы его ставим вот сюда у нас много Владивостока сколько же у нас сейчас времени давно мечтаю попасть во Владивосток Тропавловск-Камчанск недавно президент сказал что уже на подходе такие технологии когда из Калининграда до Владивостока можно будет долетать за 20 или за 30 минут какой смысл добавлять столько масла если вы хотите делать мыло для умывания если вы хотите чтобы ваше мыло было настолько крутым чтобы потом не пользоваться никакими кремами особенно тем кого не берут никакие крема очень часто бывает такая кожа которая сохнет особенно в отопительный сезон только 11 вечера где 11 вечера у кого? во Владивостоке начало большое вам спасибо что вы дождались не уснули все-таки нам наверное удалось заинтриговать да? что же это будет за новинка вот здесь у нас 40% масло виноградных косточек рафинированное просто из полки нашего магазина если вы боитесь большой себестоимости возьмите обычное подсолнечное масло из обычного сетевого магазина из супермаркета которое стоит рублей наверное у тебя уже практически 80 за литр не вылезает вы видите насколько она прозрачная то есть от масла она стала только круче обычно мы добавляем масло и основа становится мутной а в данном случае наоборот парадокс авокадо 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 давайте тоже сороковочку а потом барабанную дробь и 100% масла один к одному слушаем хотите один к одному застывать оно будет подольше опять же мы начали с того что чем больше масла тем дольше основа застывает в своей базе она застывает достаточно быстро но так 57 много 52 да да вот уже пошли первые заказы повторю на время прямого эфира основа у нас принимает 30% масел поэтому скидка на нее во время эфира 30% только на время прямого эфира все заказы пришедшие после прямого эфира будут по обычной стандартной цели мы сейчас один к одному добавляем нет мы сейчас добавляем 40% 50 грамм 20 грамм масла на 50 грамм основы 20 грамм масла все хотят один к одному а мы все льем и льем 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 представляете сколько масла один известный парикмахер сказал бы я в шоке так плавим и готовим один к одному не вопрос берем оливку готовим оливку давайте уделим время составу в базовом составе мыльной основы актив макс ойл который принимает до 30% масла содержится витамин е токоферол наверняка все знают что это такое это жирорастворимый витамин который не боится ни кислот ни щелочей он препятствует прогорканию масел то есть своего рода достаточно натуральный хороший консервант он уже в составе потому что он тоже частично является эмульгатором такой очень полезный универсальный и широко применимый витамин значок об этом нам напоминает попросили поближе показать коробку вот уже сколько все готовы к вашим заказам вот дальше покажи еще пожалуйста как заливать в разогретую основу масло просят то есть не греть вместе повторюсь в базе у основы достаточно высокая температура застывания поэтому если мы будем добавлять холодное масло основа ну может частично остыть поэтому возможно потребуется повторное расплавление уже вместе с маслом но я сейчас покажу это мы с вами залили авокадо видите тоже цветовая палитра уже меняется по составу пропиленгликоль в любой мыльной основе очень известный один из самых популярных растворителей поэтому он на первом месте дальше лаурат натрия это ингредиент который помогает сохранять твердость мыльной основе но и в то же время то есть это омыленная лауриновая кислота дальше растительный глицерин мы о нем уже говорили глицерин растительный зеленый в плане происхождение тоже является растворителем диэтаноламид кокосового масла продукт получаемый из кокосового масла тоже является хорошим эмульгатором солюбилизатором готов превращать масло в водорастворимую субстанцию смесь назовем это так дальше пальмовый стеарин который также позволяет мыл удержать форму и быть твердым бетаин кокосового масла примерно недалеко ушел от диэтаноламида тоже продукт кокосового масла растительного происхождения пав это все павы и диэтаноламид и бетаин кокосового масла это все павы дальше глицерин стеарат это тоже растворитель который активно используется в детской косметике в детском мыле тоже позволяет маслу хорошо растворяться в смеси сорбитол всем известный сахарный сироп назовем так да обычный сорбит витамин е и соль обычная поваренная соль хлорид натрия вот собственно другими словами это смесь растворителей которая сделалась твердой благодаря лаурату и стеарату натрия вот на языке на простом языке так мы с вами один к одному договорились смешать давайте посмотрим куда зальем но полностью сюда не помещу поэтому будем так же делать 50 на 50 для чего сорбитол сорбитол смягчает кожу позволяет пене быть более кремистой иметь более ну более мелкую структуру пузырька это как бы не по-русски сказано но позволяет пене держаться на поверхности более продолжительное время и делает более кремистую структуру пены ну и так же он смягчитель смягчитель для кожи увлажнитель ну все знают эти известные слова смягчает увлажняет питает и прочее ну питать наверное не питает но смягчает увлажняет точно про про огоркание про огоркание сейчас ответим это достаточно большая тема можно мы ее чуть-чуть назад отодвинем все сейчас ответим я просто не могу мне придется тогда перебивать алексея и мы не сможем показать все что мы хотим поймите 50 грамм масла один к одному заказывали заказывали ну держитесь ой что сейчас будет барабанная дробь спасибо глину можно добавлять можно 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 скрабы можно глину представляете смешиваем один к одному для тех кто только подключился масло оливы один к одному с маслом оливы любовь делает себе мыло использует его сама поэтому здесь уже мы рады что мы умеем удивлять можете тоже попробовать они уже сухие все абсолютно те же ощущения хорошо вот когда на этикетке указано 30 процентов уже на 30 процентов всем мало уже хочется больше больше потом мы можем еще попробовать масло клубники тоже имеет достаточно выраженный аромат и цвет поэтому вот видите уже цветовая палитра у нас потихонечку выходит да это без использования красителей а если мы возьмем еще облепиховое масло если мы возьмем еще какое-нибудь там масло ромашки к примеру да оно стоит но тем не менее видите она уже тоже приобретает свой близкий к оливке аромат да она пахнет оливковым маслом она пахнет ну а безусловно чем может пахнуть оливка она пахнет конечно оливковым маслом масло точно не испортится девочки мы разрабатывали основу 3 года и состав настолько сбалансированный что сейчас подробнее ответим на то как не портится масло конечно от срока годности массе безусловно зависит состав но в мыле содержатся антиокислители которые не позволяют тот же витамин Е прекрасный антиокислитель масла прочитайте загуглите это в открытом доступе ничего никакие химические формы заходить не нужно витамин Е является жирорастворимым витамином опять же повторюсь не боящимся ни щелочей ни кислот и он уже своего рода является частичным консервантом для масел поэтому также трилон Б в конце как консервант соль все консервы делают консервируют поэтому то что в базе немножечко мы ее передержали но в этом абсолютно нет ничего страшного ну вы уже сейчас видите что в стакане она абсолютно однородная абсолютно да ничего не расслаивается пока масло годно ну опять же как и в любой косметике срок годности исчисляется из срока годности максимального то есть минимального исходящих состав то есть если в мыльной основе указан свой срок годности а у масла свой срок годности то считаем по самому маленькому если у масла срок годности там скажем полгода то и мыло сделанное с этим маслом будет годно в течение 6 месяцев сейчас акция на бесплатную доставку закончилась но мы обязательно будем ее повторять я просто почему долго решаю я жду пока он чуть подостынет потому что я его передержал боюсь что форма пластиковая на основе немного деформируется поэтому не потому что я его растворяю дополнительно или как то я просто жду чтобы он немножко подостыло это пенка сейчас мы сбрызнем спиртом ее не будут ее нет так остатки вылев сюда сейчас уже видно что все однородное по крайней мере нигде капель нет так если интересно мы можем начать мылить помылить да и другие масла уже видите масла к примеру ши абсолютно твердое абсолютно сухое как и ответь пожалуйста параллельно на вопрос основа лучше чем мыло с нуля или же с нулевкой сравнивать не стоит но это все равно что сравнить машину и мотоцикл и то и то средство передвижения и то и то доставит вас из пункта а в пункт б и то и то смывает грязь но по простоте использования в машине вы сидите слушаете музыку да вы сидите расслабленно вы можете сидеть в футболке а за окном будет метель дождь что угодно но кто то категорически вот у меня знакомый категорически не пересаживается на автомобиль он купил себе хороший мотоцикл и говорит у него была хорошая машина и сказал больше за машиной за рулесink так же и здесь те кто а все мы этого он мылом с нуля, но это все равно, что сравнивать машину с мотоциклом. Мое мнение вот такое. Здесь еще проблема, что в мыле с нуля, если вы варите... Сразу пошла пена. Это ши 30%. Ши 30%. Если вы варите мыло с нуля хорошо, то, конечно, вы можете говорить, что у вас прекрасное мыло. Но достаточно много мыловаров, которые варят мыло с нуля, но при этом оно получается и со свободной щелочью, вплоть до облизания кожи. Конечно. А если вам захочется с ребенком сделать натуральное мыло, которое будет на треть, наполовину или на 100% состоять из масла... И потом мыть им своего же ребенка и не бояться, чем вы его мылите. Плохо мылиться ши 30%. Покажи еще раз. Я не близко показала. Есть сомнения в его мылкости. 30% масла, добавленное в мыль на основах. Не очень хорошо мылится. Не знаю, мне кажется, уже куда больше. Грязь-то смывает. Пену дает. Нет, спирта в продаже нет у нас. Ну хорошо, если вам кажется, что плохо мылиться... Вода просто прохладненькая, я прошу девочек поменять воду, она будет потеплее. Мы вас переубедить не можем. Что? В чем? Кажется, что плохо мылиться? Да. Мы не стараемся кого-либо переубедить. Мы показываем, как оно есть на самом деле. Поэтому, если вы сможете добавить в прозрачную мыльную основу обычную 30% масла ши, и получить пену, которая бы вас устроила, скажем так, да? Мне кажется, что пена более чем хорошая. Не заинтересованной службой, как вы считаете? Пена была? Нормально, мне кажется, что если вам будет чуть-чуть полежать, любое, и так бы осторожно, любое поле не существует. Да, конечно. Но мы теплым мылом сейчас моемся. Конечно. Так, мы с вами хотели добавить ледниковый основ. Очень много вопросов про красители. Давайте мы начнем с красителей. Давайте мы начнем с красителей. Даже не начнем, а продолжим. Продолжим. И покажем особенности окрашивания мыльной основы. Если кто-то хоть раз сталкивался с мылом с нуля, то он знает, что для мыла с нуля подходят не все красители. По ряду причин. Здесь история немного схожая, но это не мыло с нуля. Давайте рассуждать, опять же, логически. Если вы в масло добавите краситель на водной основе, что будет? Он шариками опустится просто, и все. Потому что масло с водой не дружит, назовем это так. Поэтому здесь, если вы захотите добавить синтетический обычный краситель на водной основе, то, во-первых, это нужно будет делать только после того, как вы добавили масло, перемешали и получили однородную смесь, чтобы вода, входящая в состав красителя синтетического, не перемешалась с маслом. Потому что потом будет сложнее. Конечно, оно перемешается, но не получится такого удовольствия, как от добавления красителя в смесь растворенную. Это первое. Второе. В связи с тем, что в составе достаточно большое количество всевозможных органических растворителей на кокосовой основе, синтетический краситель пищевой, если мы говорим про какой-то... Сейчас, девочки, отвечу на вопросы насчет усыхания. У нас уже химик даже очень сильно переживает от ваших вопросов. Он хочет отстоять свое детище и говорит, что испаряться в основе нечему, нет там воды. Поэтому не усохнет она у вас, потому что масло у вас не испарится. Вы же понимаете, что масло никаким образом не денется из основы. И воды в ней нет, поэтому все останется в том виде, в котором оно и было при заливке. А как вы относитесь к тому, если я покрашу сразу мыло с маслом уже? Не просто базовую основу, а основу с маслом. Ну, покажи, как оно переплавляется. Кстати, да, давайте сразу... Привет Иванову! Сразу ответим на вопрос. У вас остались обмылки, обрезки и так далее. Они друг с другом шикарнейшим образом смешиваются. Вот у нас мыло с маслом ши и с маслом какао. Мы берем какао. Привет, привет Курской области! Мы знаем, что вы за нас переживаете. Наше производство находится в Курской области. От Москвы где-то порядка 400 километров. Находится основной завод. Алексей, ответь, очень много, скажем так, негодующих, которые говорят, зачем же в основу вливать столько масла? Потому что это основной вопрос. Можно начинаю? Дочитаю. Потому что основная функция умыла – смыть грязь. Зачем в основу вливать столько масла? Оно же становится золотым. Тогда можно взять дешевое средство для автомобильной мойки. С вами Мексика. Ух ты, Мексика, привет! И если основная задача мыла – смывать грязь, то нет смысла заниматься мылом вручной работой, делать его с полезными какими-то свойствами, с определенными, опять же, свойствами, добавляя туда различные ингредиенты. Купите обычное детское мыло или хозяйство, смывайте грязь и все. В принципе, можно взять даже самую обычную дешевую мыльную основу. Сейчас производителей, слава богу, много, которые, в общем-то, за дешевизну долгопрудные. Вы прям соседи. Мы вас слышим. Да. Мы все-таки радеем за то, что мыло должно быть не только вкусным, но и полезным. Да, оно должно быть полезным. Потому что людей с чувствительной кожей очень много. Детей вы моете мылом кое-каким. Вы же понимаете, что вы нарушаете лепильный слой. Обратите внимание, любой производитель лепильной основы скажет, что с продуктом нужно работать в защитных перчатках, в защитных, и с прозрачной, и с органической и так далее. 8-10% вы тоже можете добавить, без вопросов. Без вопросов. До 30%. Конечно. Сколько хотите. 1, 2, 5, 7. Сколько хотите. Алексей, извините, я перебивалась. По технике безопасности рекомендуется работать в средствах индивидуальной защиты. Но я настолько не переживаю за этот продукт, что я, сами видите, работаю без средств индивидуальной защиты. И руки у меня до сих пор не слезают. Берем жидкий пигмент. Пигмент это порошок, правильно? Правильно. Поэтому с ним, в принципе, в мыле и ничего у нас не перемешано. Это порошок, который оседает в глицериновой смеси. Предварительно его нужно перемешать. Основа имеет свой желтый оттенок, который, в принципе, на мой взгляд, достаточно легко окрашивается. Как минимум пигментными. Дальше сейчас будем смотреть. Здесь у нас 50% масла. Я его чуть-чуть подвину. Вот эти уже все застыли. Если обратите внимание, сколько у нас идет эфир. Девочки, не ругайтесь. У каждого свое мнение, и мы отвечаем на вопросы всех. Поэтому у всех есть свое мнение, ничего страшного в этом нет. Здесь у нас, напомню, смесь ши и какао, переплавленная. Я не считал, сколько-то ши и сколько-то какао. Потому что все-таки красим мы не просто мыльную основу, а мыльную основу с добавками. Можете не заворачивать пленку. Мне кажется, это не гигиенично, не заворачивать мыло в пленку. Ведь если вы его продаете, значит, покупателей и смотрителей этого мыла достаточно много. Если каждый будет его брать, щупать, нюхать... Но это если про продажу говорим, а при хранении... При хранении, да. Но опять же, где-то куда-то что нужно положить... Оно стало не черным, здесь просто очень плохо видно. Здесь синий свет. Может быть, просто свет так падает. Вот посмотрите, вот он в тюбике. Посмотрите, видите? Вот в тюбике и вот в этом. Привет, Казахстану! Да. И Мексика, и Казахстан. Красота. Основа не бывает для всех. Я думаю, что у каждой основы есть свое предназначение. Кому-то хочется очень прозрачную. Недаром у нас больше 50 видов основ. Да, я думаю, у нас точно есть из чего выбрать. Мы стараемся работать над тем, чтобы вам было из чего выбрать. Еще один вопрос. Можно ли таким мылом мыться каждый день? Конечно. Масло же образует пленку на кожу. А если масло комедонное, то для лица это вряд ли подойдет. Если это масло, да. Но... Нет, подождите. Дело в том, что вы не просто умываетесь чистым маслом. Вы его вплавляете в определенный состав, который... Мы возьмем пастообразный краситель. Procolor. Procolor. Да, с красителями свет, конечно, падает не очень удобно и не видно истинного оттенка. Это, конечно, не очень круто. Вот. Я смотрю вживую и на камеру. Вживую он зеленый-зеленый, а на камере он практически черный. В этой мыльной основе содержатся растворители этого масла, эмульгаторы, скажем, правильные. Когда вы делаете бомбочку с маслом, допустим, вы же добавляете полисарбат. Полисарбат – это эмульгатор. Здесь немного другие эмульгаторы. Поэтому все они перечислены на этикетке, все они на растительной основе. Через одну минуту нам нужно будет переподключиться. Да? А что ли? Инстаграм говорит, что еще одну минутку и будем переподключаться. Надо будет перезайти тогда просто и все. Так. Это что касается красителей. Могу проэкспериментировать с синтетическими, но перед тем, как делать большие партии синтетических, нужно провести эксперимент, потому что у всех синтетика разная. У всех составы синтетики разные. Поэтому как поведет себя синтетика в данном продукте? Подожди, отвечу на вопрос. Гидрофильное масло вы как делаете? Вы же делаете его с полисарбатом. А полисарбат – это эмульгатор. Вот мы несколько раз вам сказали, что эмульгатор, в общем-то... Предлагаю смешать такую... Девочки, сейчас надо будет переподключиться. 11 секунд. Я совершаю прямой эфир и входим еще раз. Хорошо? Да. Так, эти у нас... Все идет. ВКонтакт, Фейсбук. Пока все хорошо, ничего не переподключается. Не вижу, правда, комментариев ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке. Наверное, потому что такое приложение. Через какое-то новое приложение, исключительно для прямых эфиров. Что-то у меня не подключается. Аксей, кидайте. Хочет подключаться. Как говорит? Ну, просто вот. Есть? Пока нет. Водичка потеплает. Мы опять здесь. Привет. Пока остальные подключаются, я предлагаю... Помылить еще. И еще потестить на мылкость. Давайте прям по порядку. Что у нас кофе нерафинированный, с запахом. Антицеллюлитное. Вот опять же спрашиваете, зачем добавлять столько масел? Выраженный антицеллюлитный эффект. Если вы хотите... Вполне. Пена есть, да? Есть. Все согласны с тем, что пена есть. Спасибо большое, что вам нравится наша новая основа. Мы очень рады. Берем мое любимое с лавром. Сейчас, ручки-то. Я надеюсь, что двойку завтра не получит ваш сын. Ощущение очень приятное. И от пены, и от... То есть, держишь в руках, ну, не мыло. То есть, кажется, что в руках у тебя не кусок пластика, как иногда бывает из обычной мыльной основы, да? А приятное, дорогое мыло, в котором чувствуется большое количество масла. Не просто написано мыло там с кремом, с маслом, с чем угодно. Видите, я только окунул, уже скину. С маслом кофе мылили. Только что сейчас мы мылим с маслом лавра. Спасибо большое. Если отличник, ничего страшного не будет. Может быть, попробуете? Давайте. Во-первых, видно и в мисочке большое количество мыли. Обмакните руки немножко. Да, очень мягкая. Ну, вот прямо на куске мыло мыло большое количество пены. На ощупь, да? На ощупь, да. Оно мягкое, оно мылится очень легко. Сказать, что я намыливаю там пены. А, вот, вот, вот. Так, а теперь надо понять, насколько они действительно не сущут кожу. А вот сейчас вы попробуете, да? А вот сейчас вы можете оставить, ну, как бы сполоснуть. Спасибо. И вы поймёте, о чём мы говорим. И руки действительно остаются мягкими. Ничего не чешется. Прекрасно. Не щипет, да. Поэтому вот мне очень дорого мнение несотрудника, скажем так. Поэтому... Это основа МакСойл, которая принимает до 30% масла. Я предлагаю смешать прозрачную и МакСойл. И добавить туда масло. Мы смешиваем обычную прозрачную основу. Вот она, пожалуйста. Слышь фри. Слышь фри. Слышь фри, к которой все привыкли. И показываем, как оно совмещается с МакСойлом. Мы её в начале нашего прямого эфира, в первой части. Я согласна, это мечта любого мыловара. Вы видите, да, её прозрачность? Ну, приложи. Куда? Давайте 50 на 50 масла. Опять же, руководствуемся здравой логикой. Если мы берём обычную основу, то процент масла уменьшается пропорционально обычной основе. То есть, чем больше МакСойла, меньше обычной основы, тем больше масла. Чем больше прозрачной, меньше МакСойла. То есть, даже если вы добавите 5-7% МакСойл в обычную основу, вы уже сможете добавить больше, чем 1 треть чайной ложки обычного масла. Об этом действительно мечтали многие. Поэтому... Зачем смешивать? Если у вас осталась часть МакСойла... Да, обулки какие-то остались. Не выбрасывать. Захочется её переплавить. Опять же, она будет условно прозрачной. Если эти основы не прозрачны, то с прозрачной основой они будут прозрачнее. Можно я отвечу скептикам? Да, 25 на 25. Получаем 50 грамм, 25 на 25. Хорошо. Даже с эмульгатором не все масла стоит использовать для лица. Мы не говорим, что нужно все масла использовать для лица. Мы говорим о том, что если вы пожелаете добавить ши, вы можете его добавить. Если вы пожелаете добавить авокадо, вы можете его добавить. Если вы захотите добавить 100% оливы, вы можете его добавить. Мы показываем вам возможности этой мыльной основы. Да, мы будем продолжать выпускать мастер-классы с работой этой основы. Будут какие-то показательные обучающие ролики, опять же, по работе с этой основой. Мы добавили 25 грамм прозрачной основы, 25 грамм Максоил. Ну, я предлагаю добавить, допустим, 10 грамм... Ну, если вы просили 8-10% масел, те, кто не хочет много масел, давайте вот мы усовершенствуем прозрачную основу, добавим в нее 8-10%... Масло клубники. Вот клубника, семена. Семена масло базное, нерафинированное, то есть цветом, запахом. Ну, то все равно очень много масла. 11 грамм. Формочки наши волшебные. Спасибо вам, что смотрите нас. Очень удобно использовать маленькие формы, особенно при работе на каких-то мастер-классах показательных, при работе с детьми. Они достаточно быстро застывают, имеют подходящий размер и очень удобно, занимают мало места. Обычная основа плавится быстрее, Максоил плавится чуть дольше, уже пошел запах специфический для масла клубники. Вот. Эти у нас тоже уже давно застыли. С маслом 50 на 50. Сейчас мы попробуем его мылкость. Сейчас мы зальем клубнику. Девочки уже обрабатывают ваши заказы. Розыгрыш уже скоро будет, девочки, скоро-скоро. Прямо запах такой идет от масла клубники. Перемешиваем маленькие кусочки болтающиеся Максоила. Название говорит само за себя. Максимальное количество масла. Максоил. Поил – это масло. Максоил – это сокращенно из уроков. Уже первый эфир сохранен прямой. Вы можете зайти, те, кто пропустил, и посмотреть с самого начала. Там очень-очень подробно расписано, что мы сейчас делаем. Вернее, рассказано. Пока она у нас застывает, я предлагаю продолжить тестирование. Это еще не застыло чуть-чуть. Это еще застывает. Это у нас виноград. Запись будет сохранена. Виноград. Даже по цветам можно уже увидеть, что они разные. Номер заказа мне пришлите в директ. Я попрошу девочек, чтобы они с вами связались. Очень нежная получается пена. Очень приятная в руках. Как ощущения на руках? Хорошо. Хорошо. Пока. Пацаны. Сейчас попробуем масло у нас авокадо, по-моему, да? Там следующее идет. Порезать. Разрезать его. Сейчас покажем пластичность ее после добавления масла. И потом мы подходим к нашей оливе, которая 50 на 50 залито. Она еще не застыла. Она еще не застыла. Опять же, чем больше масла, тем дольше она застыла. Она теплая, она еще. Да, она совсем горячая. Но у нас еще розыгрыш. Мы помним об этом. У нас еще одна новинка. Да, кстати. Внутри даже тепленькая, поэтому... До 15 мы должны, да, в садик успеете. У нас у самих дети в садике. Она очень тепленькая. Немножко подождем. Но она уже извлекается из формы. Ну, в общем-то, однородность вы видите, что она абсолютно не выступает, она сухое. Вот я провожу. Вот тот самый синий краситель. Тоже еще тепленькая. Пусть постоит еще немножечко. Здесь у нас... Что? Я забыл. А, здесь у нас прозрачная и... Максойл с маслом клубники. Вот. Вопросы, может быть. Есть вопросы какие-то по этой основе? Они будут распределяться абсолютно как и в обыкновении. В силу того, что она застывает быстрее, они все не будут успевать... Нечто среднее будет. Да. То есть будет что-то среднее между прозрачной. Потому что в растопленном виде ее вязкость чуть меньше, чем у прозрачной основы. То есть она достаточно жидкая. Но скорость застывания у нее большая. Поэтому если вы перемешаете смесь, зальете форму, она начнет у вас быстрее схватываться, нежели обычная, и эти частицы не будут успевать опускаться вниз. Опять же, вы можете, дабы... Если какие-то частицы очень тяжелые, добавить небольшое количество свирлов, перемешать. Она у нас спокойно, как вы видите, да, не мешается с обычной основой. Мастер-классы будут? По слоям мыло отлично сцепляется, отлично держатся друг с другом. Поэтому мыло, залитое по слоям, с помощью Максуэлла все с ним будет хорошо. Вот. Любовь. Наверное, я предлагаю провести розыгрыш, который у нас есть в ВКонтакте и который у нас есть в Инстаграм. Сейчас мы... Позволите мне... Алексей, может быть, вы добите мне? Давайте мы немножечко поменяемся на время. Я даю слово Любови. Мне нужно сначала одну секунду. Вот у нас получается. У кого есть доступ в ВКонтакте? Посмотрите, сколько там сейчас человек. 19. 19? Да. А, нет, на конкурсе? Да, да, да. А, в конкурсе днем было 67, по-моему. Мне нужно точную информацию сейчас. Я сейчас смотрю Инстаграм. В общем-то, все. Да, можно мешать с другими основами. С основами других марок нужно экспериментировать. Мы, честно, такого эксперимента не проводили. 138 человек у нас в Инстаграм. Сейчас я зайду в ВКонтакте. Все замерли. Да, и сейчас... Мы у меня мастерская. 68, говорю, ВКонтакте, говорят. Ага, сейчас мы еще раз. В общем-то... 76. ВКонтакте, да? Да. ВКонтакте 76. Так, ну что ж, девочки и мальчики, мы сейчас с вами сделаем то, что мы должны сделать. Значит... Кому хочется уже самим попробовать на время прямого эфира, спеццена на сайте со скидкой 30%, потому что мыльная основа принимает 30% масел, поэтому со скидкой 30% на время прямого эфира можно... Мы с помощью генератора случайных чисел определяем победителя. Жму при вас. 21. Чей номер 21? Сейчас я все посмотрю. Давайте сразу разыграем и Инстаграм, и ВКонтакте. Так, 76, да, мы вводим. Смотрим. 28. 21 в Инстаграм и 28 в ВКонтакте. Так, сейчас я зайду в Инстаграм. Не расстраивайтесь, это не последний конкурс. Конкурсов будет очень много. 28. Да, мы тоже поздравляем 21 и 28 номер. Инстаграм. Впереди еще одна новинка. Поэтому рекомендую не отключаться. Так, 21. Ух. Генераторов очень много. Тролика. Тролика выиграла в Инстаграм. И ВКонтакте у нас очень много, простите, сообщений. Их просто очень много, поэтому приходится листать. Так, и Татьяна Боенова, наверное, извините, здесь буква Ё. Я неправильно поставил ударение. Поэтому здесь у нас, девочки, вот две коробки вы уже получаете. Вот, нашелся 21 номер ВКонтакте. А, ВКонтакте у нас 28. ВКонтакте 28. Да. А в Инстаграм 21. Тролика поздравляем. Мы поздравляем вас. Коробка действительно замечательная. И 2 килограмма Максойла вы получаете в этой коробке. Не один, два. А куда выходит в находку, да, основа дорогая с доставкой? Сколько у нас в находку стоит? Сейчас девочки рассчитаем. Сейчас рассчитаем, сколько стоит в находку. А сколько килограмм рассчитывать? Есть ли поощрительный приз для самого юного мужчины-маловара? У нас есть... Сейчас скажу, что у нас есть. Давайте дождемся дальше. У нас есть еще подарки. Это не все. Мы только разыграли нашу коробку, но есть еще подарки. Да. Может быть, тогда Любовь сразу представит нам еще одну новинку? Алексей не устал. Нет, Алексей не устал. Или просто, наверное, мое совсем прямозалило? Давай я сразу скажу, кто виновник этой новинки. Да. Эту новинку... И, естественно, мы сделаем подарок. Да. Тому человеку, кто нам предложил эту идею. Так, сейчас. Когда мы с вами угадывали, что же это будет... Пройдись пока по магазину, сейчас и все это... Что же это будет? Несколько человек? Нет, по-моему, один человек, да? Один человек. Я все-таки не нашла больше комментариев. Я нашла комментарии одного человека. По-моему, несколько человек писало в директ. Мы еще поднимем эту переписку. Предложили, предположили, что это будет вот такая новинка. И, в принципе, если это попадает под определение того, о чем мечтали маловары, ну, значит, и об этом тоже они мечтали, мы воплотили эту мечту менее чем за неделю. Это цветная основа для свирлов. Это цветные свирлы. Окрашены пигментным красителем. Это черный угольный. Черный угольный. Абсолютно идеальный черный цвет. Мы уже получаем очень много пожеланий сделать наш обычный черный угольный большой фасовки, потому что много кому он нравится. Цвет вот такой черный. Это яичный цвет, желтый. Для ярких... Лицевую часть покажи. Из-за лодных свирлов. На ней написано, что это свирлы и яичный цвет. У каждого цвета свое название. Ведь никакого осадка, она идеально окрашена. Уже с завтрашнего дня они доступны будут на сайте. Можно будет делать заказ. Это у нас травяной. Яркий зеленый цвет. Да. В магазине они уже есть, кстати. Белые в том числе. Василек. Любимый цвет Елены Николаевны у нас. Да. Она очень любит этот цвет. И у нас есть классический красный. Практически. Палитру будем расширять. Да, палитра будет очень шикарной. И тот, кто предложил нам... Я найду позже этот комментарий. Мы дарим такой же футбол. Это ответ на вопрос. Если тонкий слой, цветно-прозрачная ли основа? Это основа для свирлов. Она сама по себе достаточно условно-прозрачная. Поэтому в силу того, что в ней большое количество воздушных пузырьков, потому что она более густая, основа условно-прозрачная. Ну как будет выглядеть черный и прозрачный? Ну это, наверное, никак. Можно сочетать обычную, условно-прозрачную основу для свирлов. На просвет она будет очень красива с такими матовыми оттенками. То есть вы сочетаете слой матовый, слой прозрачный. И очень красиво отделять черным свирлы. Я думаю, что мы сделаем отдельный прямой эфир. Или прямой эфир. Да. И мастер-класс, естественно, сделаем по основе для свирлов. К сожалению, сейчас мы не будем долго вас держать, потому что повестка дня была другая. Это была основа Максойл. А с основой для свирлов мы обязательно сделаем еще один прямой эфир. Мы покажем все ее возможности. И победителю, тот, кто угадал новинку, мы дарим футболку. Те, кто выиграли коробочки, получают коробочки. Те, кто предложил нам основу для свирлов цветную, получают опять же футболочку. И сейчас действует специальная цена на новинку. Да, него нам и цвета тоже сделаем. Немного позже. Белая... Было много предположений про свирлов белая. Она у нас уже очень давно есть. Да, в идеальном белом оттенном. Было очень много предположений про пластилиновую мыльную основу. Она у нас тоже есть. Она тоже давно есть. Может быть, покажем сразу ее. Открой одну упаковочку, давай мы покажем, что это. Это прям твоя стихия, давай ты покажешь. Это твое изобретение и твоя стихия. Да, этот продукт лично я, назовем это так, да, сделал в 2012 году, уже 5 лет назад. Поэтому подобного продукта я на рынке не видел, ни на нашем, ни на зарубежном. Поэтому, говорю вам честно и откровенно, данный продукт был придуман мной с нуля. Она уже с запахом бубльгума, потому что этот продукт ориентирован на детей. Хотите фосфорную, сделаем фосфорную. Она лепится как... Не все, но много. Как обычно. Обычно пластилин. Можно ее раз. Она будет держаться. Они смешиваются между собой. Они дают отличную пену цвета. Они хорошо смывают грязь. Они отлично лепятся друг к другу. Есть еще белое. Это мыло пластилин. Это мыло пластилин. Мыло пластилин. Просто да, было много предположений, что возможно это будет мыло пластилин. Мы отвечаем на этот вопрос, что он уже давным-давно есть и 2012 года. Маршмеллоу. Им можно украшать потом капкейки или... Да, это мыло пластилин. Цвета смешиваются между собой. У нас есть белое. Актив плей. Получается зелененькое. Получилось зеленое. Мы поняли, что много желающих светящейся мыльной основы. Будем работать над этим. Будем над этим работать, да. Было много пожеланий, часть из которых мы намотали на ус. Поэтому, в принципе, есть над чем поработать. Есть чем удивлять вас в ближайшее время. Поэтому следите за новинками, следите за прямыми эфирами. Еще новинки будут обязательно. У нас будет несколько новинок. Как несколько? Несколько десятков новинок в пластиковых формах. Да, в пластиковые формы выходят... Кстати, могу показать, как все мыли. В пластилин можно добавлять эрмитизатором. Вот мы ее взялись. Смылиться. Водает пену. Смывает грязь. В ванной можно размазывать ее по кафелю. Размазывать по кафелю. Можно в ванной лепить там что угодно. Потом просто душем смыть водой. Сейчас моется. Все абсолютно безопасно. Полностью растительные ингредиенты. Если в пластилине, в обычном, которого лепят в школе, он там на нефтяной, по-моему, какую-то часть, там парафины и прочее, то здесь полностью растительное сырье, растительного происхождения. Все павы, за счет чего образуется пена, использованы те, которые используются в детской косметике. В детском мыле, который подходит для грудничков и так далее. Нет, она не застывает. Нет, она не застывает. Ей можно дальше продолжать лепить. Сейчас вода обсохнет сверху и можно дальше продолжать лепить. Салатендер, вы сегодня прямо главный скептик. Не беспокойтесь, все хорошо. И мыло было прекрасно, и пена была прекрасная. Если у вас есть какие-то вопросы, мы вам лично снимем видео и пришлем. Это остается не краска, а частицы мыльной основы, пластилиновой, остаются на руках. Это тоже нормально, потому что она мягкая, она гораздо мягче твердой основы. Это основа 50 на 50. Для скептиков есть пена? 50% оливки, 50% максоил. Один к одному. Она еще даже не застыла, еще застывает. Да, она вот жиденькая еще внутри. Она еще внутри, она еще горячая. Масло имеет высокую температуру, мы разогрели до высокой достаточно температуры, да, и основы до высокой температуры. Но ощущения просто непередаваемые. Ну, как вот рекламируют по телевизору, крем-мыло. Вот, наверное, это близко к крем-мылу. Смотрите, она прямо... Нет, руки не жирные. Ну, как могут быть жирными руки с пеной? Жирная пена, она не бывает по определению. Кто еще хочет попробовать? Елена, попробуйте. Попробуйте. Елена Николаевна, у нее маникюр дорогой. А, что с ним будет? Не знаю. Как раз таки по этому и попробую. Уверена, не испортится. Давайте. С оливкой? Оливкой, да. Хорошая идея про участников и дать им скидку. Сейчас я подумаю, как сделать лучше. Отлично. Руки не жирные? Нет. Нет. И смывает, и не сушит. Я в посте продублирую выигравшую. Обязательно. Вы знаете, я подумала, а давайте скидочку мы все-таки сделаем не 10%, а 20% для тех, кто участвовал в нашем конкурсе. Мы с девочками сейчас ее закрепим. Всего 138 человек, мне кажется. Ну и что ж, что вы заказ отправили, мы вам посчитаем со скидкой. Разные масла можно добавлять одновременно. Абсолютно любые. Хотите твердые, мягкие. Твердые, смягкие, любые абсолютно. Разные, разные, мягкие, разные, жидкие. Кокусы, пальмы, так уж точно. Прозрачная с максолом, она еще у нас застывает. Пленочка уже достаточно плотная есть, но внутри еще жидкая. Ну видите, насколько она прозрачнее, чем обычная максолома. Она абсолютно сухая. Вот я мокрой рукой провожу, она абсолютно... Для ВКонтакте тоже скидка. Тоже скидка. Да. Для всех, кто участвовал в розыгрыше. Кроме основы, есть у нас еще много товаров. 4 тысячи, если мне не изменяет память, поэтому... Это ProColor. На остальные 4 тысячи 20% скидка, а на новую основу 30% скидкой на время прямого эфира. ProColor. Зелененький. Напишите номер заказа мне в Директ, если вы уже сделали заказ, и мы проставим вам скидку вручную. Участникам можно получить скидку. При заказе вы пишите, что вы участвовали в розыгрыше. Ваш ник в Инстаграм такой-то или ваше имя-фамилия в ВКонтакте такой-то. Этого абсолютно достаточно. У нас есть графа комментарий. Вот в этой графе напишите, что мой ник в Инстаграм. Лилифлор. Это пигментный краситель. Флюрики хорошо тоже ложатся. Очень при очень. Хочу вам показать, каких оттенков мы сегодня добились. Из которых только два, зеленый и синий, покрашены красителем, а все остальные покрашены натуральным. Я вытираю просто воду, потому что мы вымыли руки, чтобы оно не скользило. Я его промакирую. Иначе вся моя конструкция развалится. Мыло из формы, да, очень просто вынимается. Да, абсолютно. Вот. Есть вопросы еще по продуктам. Мы можем поотвечать немного на вопросы и отпустим вас делать уроки, бежать за детьми в садик, пить чай, встречать мужей, варить мыло в конце концов или делать заказы. Покажи поближе. Вот таких оттенков мы добились с помощью нашего эксперимента. Причем только два окрашены красителями. Вот этот окрашенный красителем. Все остальное окрашено маслами. Исключительно натуральными. От 30 до 100%. 30-40 мы с вами сегодня попробовали и 100%. Один к одному. Отдушку обычно добавляете, как в обычную основу. Абсолютно. Вот так выглядит основа в своем базовом. Нарезанный вариант. Вот она. Вот она на срезе. Вопросы? Готов ответить с удовольствием. Расшифровать, пояснить. Мы сегодня... Резюмируем, да? Мы сегодня с вами посмотрели, как выглядит прозрачная мыльная основа, сделанная по новому стандарту, по новому рецепту. Мы с вами увидели анонсируемую новинку, мыльную основу Active Max Oil, которая принимает до 30% любого масла. До 100% масла после эксперимента. То есть, есть ряд масел, которые можно добавить один к одному. Вопрос про Леонардо. Скоро ли эта основа появится в магазинах Леонардо? Леонардо о существовании этой основы узнал ровно сегодня. Вместе с вами. Вместе с вами. Я думаю, что она появится, но сроки пока назвать не могу. Розничная цена мыльной основы Active Max Oil 385 рублей. На время прямого эфира действует скидка 30%. И под занавес после розыгрыша мы с вами увидели новую мыльную основу цветные свирлы. Пока это 5 цветных видов, один белый и одна прозрачная. Палитра будет расширяться. У нас уже есть цветная основа обычная. У нас есть цветная основа с натуральными добавками. Это хвоя, это свекла, это календула. Теперь появилась цветная линейка свирлов. Очень удобная. И звезда сегодняшнего эфира. Мыльная основа Active Max Oil. Мыльная основа, которая принимает огромное количество любых масел. Твердых, жидких и так далее. Красится как обычная основа. Ароматизируется как обычная основа. Работать с ней как с обычной основой. Режем, плавим, добавляем масло, заливаем форму. Все. Помимо Леонарда, можно сказать, в нашем интернет-магазине мы доставляем на всей территории России. Мы доставляем в страны СНГ. Куда угодно доставим. Хотите по Москве, хотите по Питеру. Есть доставка с ДЭКом. Есть доставка почты России. Есть доставка транспортными компаниями, ПЭК, деловые линии. Есть пункты самовывоза. Поэтому список достаточно широк. Мы стараемся максимально в каждом индивидуальном случае рассчитывать. Максимально комфортные и приемлемые цены для доставки. Поэтому, что у нас по находке-то, кстати? Посмотрели мы. Я думаю, что на сегодня мы, наверное, закончим. Я предполагаю... Основу с маслом. Кажется еще лучше. Силиконовые 3D-тортик и макарони. Макарони у нас есть. Есть макарон и макарон мини. Тортик какой именно? У нас тортиков миллион. Так. У вас теперь точно аншлаги будут. Наверное. Приходите. Чем больше наши аншлаги, тем больше мы знаем о ваших желаниях. И тем быстрее мы их воплотим в жизнь. Вы попросили в прошлую среду, по-моему, или в четверг, цветные сверлы. И уже сегодня они на витрине полностью готовы. С кружкой и чашкой силиконовой у нас тяжелые отношения. Я могу вам даже отдельный пост. У нас ее своровали. К сожалению, к большому. Да, это была наша идея, с которой мы пришли в одну из компаний. И эта компания у нас своровала эту чашку. Мы сказали, что мы вам, Игорь, не сделаем. Но сделали ее сами. Чуть-чуть видоизменив. Мне показалось это нечестно. Про оплату визой на сайте пока нет. Но будет доступно буквально через полтора месяца мы перезапустим сайт. И он будет у нас еще удобнее, еще интереснее. Принципиально новый сайт будет через месяц-полтора где-то. К ноябрю точно. Поэтому там будет и оплата картой, и вебмани, и яндекс.деньги. И так далее и тому подобное. Поэтому все современные способы оплаты, равно как все современные методы работы с сайтом, они будут учтены и все будет сделано. Сейчас сайт находится в верстке. То есть он уже сделан практически, отрисован. Его верстают, делают техническую часть. У нас маленький выбор пластиковых пор. Ну-ка, обернитесь. Ну, пойдемте. Вот-вот не согласна я, не согласна я с вами. Вот мы смотрим на наш выбор маленький. И здесь 60% форм. Да, здесь не все формы, не все вколят, к сожалению. Мы в скором времени расширим магазин, потому что мы не помещаемся. Формочки на швейную тему, а что вы хотите. Для юного маловара мы только что дали скидку 20%. Мы стараемся, спасибо большое. Наклейки и расширим. Так оно выглядит, плавится, заливается. Вот уже у нас основа. 50% прозрачный, 50% максоил и 10% масла. У нас, кстати, будет скоро классная силиконовая форма клубок ниток. А где у нас контейнер пустой, не забрали отсюда, да? Переложить нарезанный. Для парикмахеров, да запросто. Можем и для парикмахеров. Каких ингредиентов для косметики вам не хватает? Кубки, нитки? Очень удобные контейнеры. В них очень удобно хранить как обрезки от булки, так и саму мыльную основу. Контейнер герметичный. Закрыли. Места занимает очень мало. Можно сразу попросить ребенка, мужа, брата, чтобы они вам сразу нарезали. Юного маловара, например. Юного маловара, да. Да, мне кажется, будет здорово. То есть щелчка. Все, закрылась. Все. Если у вас есть, сколько основы ДПН может принимать масло? Как и обычно, основа треть чайной ложки на 100 грамм. Силикон, чтобы самим можно заливать. Вы имеете в виду силиконовый компаунд? Он у нас есть. Он у нас есть на сайте. Можно самим заливать. Пожалуйста. Вот мы с вами вытаскиваем, сколько времени прошло, я не засекал. Сухая, абсолютно. Мыльная основа. 50% прозрачной основы актив СЛС Фри. 50% основы Макс Оил. И 10% масла клубники. Поэтому такой цвет. Клубника имеет, вот видите, какой цвет. Она полностью взяла. Прозрачность. Вот такая. Сантиметр толщиной с палец. Условная прозрачность, если посмотрите. Вот если вы не хотите, чтобы мыло было золотым, тогда смешайте его с прозрачной основой. Добавьте. Ну, собственно, а чему здесь не мылиться? Обычная прозрачная мылица, да. Макс Оил мылица, да. 10% масла. Далеко снимаю. Далеко снимаю. Пена? Вот ее прозрачность. 50 на 50. С обычной прозрачной мыльной основой. Пена есть. Маслом клубники пахнет издали. Даже отдушка не требуется. Можно считать ее условно натуральной. Нет красителей, нет отдушек. Только масло и растворители этого масла, которые сделаны на основе кокосового масла. Есть же пена? Можно еще по желаниям. Прозрачная же. 4,7 на 7. Что? Да сделаем. Вообще без вопросов. Что сделать? Это я тут, это параллельно. Очень приятное ощущение. Все-таки масло, оно приятное. Никакого жирного эффекта. Никакого. Видите, если бы были жирные руки, масло, вода бы скатывалась катушками, капельками. А здесь получается все хорошо. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Да. Да, коробочку мы разыграли в инстаграм. А футболку? Футболку мы подарили. Уже подарили, да? Да. Я напишу еще, продублирую все результаты конкурсов. Инстаграм у нас номер 21 выиграл. Спасибо вам большое. Силиконовые формочки с маленькими морскими обитателями. 3D по 2-3 см. Сделаем. Без вопросов. Очень приятно. И вам новых творческих поисков. Я думаю, что... Промакну воду и поставлю. Акварелька 116. Я поняла, мы специально для вас сделаем картинки. Пост пожеланиями создам. Хорошо, договорились. И вы напишите все, что вы хотите. Я обещаю, что будем выполнять. И обязательно будем дарить подарки тем, кто предложил это. Давайте так договоримся. То есть вы предлагаете, мы это исполняем. И обязательно потом вам это дарим. Стол заказывал буквально. Да. Хорошо. Договорились, девочки и мальчики. Спасибо вам большое за... Спасибо всем. ...то, что вы потратили на нас так много времени. Спасибо всем еще раз большое, что нашли время, что дождались. Многие жаловались, да, что очень долго уже хочется, уже чешется прямо скорее-скорее. Спасибо, что дождались. Очень надеемся, что вам все понравилось, что новинка того стоила. Мы и впредь будем стараться вас удивлять, радовать и дарить вам просто положительные эмоции. Ведь, как говорят настоящие выдумщики, хобби – это доступно. Спасибо вам большое. Всем хорошего вечера. До свидания. Пока-пока. Пока. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok